Православный календарь 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 Масаровского Митрополит Серафим Чичагов Окончил свою праведную жизнь Исполненную пламенной верой И служения Христу и его святой церкви Мученической кончиной На Бутовском полигоне 11 декабря 1937 года В пятницу 13 декабря Православная церковь Чтит память апостола Андрея Первозванного Будучи братом святого первоверховного апостола Петра Андрей был первым из учеников Кто пришел ко Христу И последовал за своим божественным учителем Поэтому святая церковь Нарекла этого апостола первозванным Как повествует его житие В воскресении Христовом и сошествии Святого Духа на апостолов Святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны Проповедовал он также и в скифских землях На территории будущей Святой Руси Во время своей проповеди апостол претерпел Много печали и мук от язычников Людей самых жестоких и диких нравов Которые часто избивали и изгоняли его из своих городов Добравшись до реки Днепр И взойдя на Киевские горы Святой Андрей установил крест И пророчески сказал На этих горах воссияет благодать Божия Будет великий город И Бог воздвигнет много церквей Последнее странствие Андрея Первозванного Закончилось в Греции В городе Патры Где он принял мученическую смерть на кресте Произошло это в 62 году По Рождестве Христовом В Святых горах также увековечено Имя этого святого На святой скале возле храма святителя Николая Чудотворца Стоит часовня Освященная в честь святого апостола Андрея Первозванного В субботу 14 декабря Мы молитвенно Воспоминаем святого праведного Филарета Он был наречен церковью милостивым Поскольку имея огромное богатство Правильно ими распоряжался Проявляя удивительное нищелюбие Угодник Божий всегда щедро раздавал милостыню И устраивал трапезы для нищих И сам служил им во время этих трапез Жизненный путь этого святого Во многом схож с житием Ветхозаветного праведника Иова Был такой период, когда святой Филарет Милостивый также на время потерял Все свое богатство, но сохранил Любовь и доверие Богу При этом не оставлял он и своего нищелюбия Раздавая последнее, что у него было Терпел насмешки и упоры своей жены И зачастую сам оставался голодным Но Господь временно Испытывал своего раба И за твердую веру его Вскоре вернул и славу и богатство Житие праведного Филарета Милостивого Ярчайший пример того Как за богатство этот дар Божий Человек может приобрести себе Царство Небесное День памяти этого святого Один из престольных дней Святогорской обители В ее Покровском храме До революции имелся предел В честь святого праведного Филарета Милостивого Воскресенье 15 декабря Неделя 26 по Пятидесятнице В этот день в храмах читается Евангельский фрагмент Повествующий о богатом юноше В своей проповеди о правильном отношении К земным благам и богатству Блаженнейший митрополит Ануфрий Сказал такие слова Богатство должно служить человеку А не человек служить богатству Мы должны быть распорядителями своего богатства Но не должны быть рабами его Мы не должны боготворить богатство Не должны преклоняться перед ним Как перед идолом Вот это и означает правильное отношение К богатству Говоря о спасении как о даре Божием Предстоятель Украинской Православной Церкви Подчеркнул Бог дарует человеку спасение Человек никакими трудами И никакими подвигами Не может сделать Бога своим должником И даже если мы исполним Весь закон данный нам Богом к исполнению То мы все равно не можем сказать Ты нам Боже должен спасение Мы просто исполним то что должны исполнить А спасение дар вечной жизни и блаженства Является особым даром Самым великим Самым дорогим Особым даром Божиим И этот дар надо у Бога вымаливать Следите за новостями Свято-Успенской и Светогорской лавры На официальном сайте и в социальных сетях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok